Добрый день, дорогие братья и сестры! Продолжаем с вами изучать послание к евреям. Сегодня у нас пятая глава с 11 стиха. Давайте прочитаем. Пятая глава с 11 стиха. Послание к евреям. Особенно надлежало бы нам говорить много. Ой, о сем. О сем надлежало бы нам говорить много. Но трудно истолковаться, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. О сем надлежало бы нам говорить много. О чем о сем? Ну, о том, о чем они говорили до этого. То есть автор начал рассуждать, сравнивая Христа с Мелхиседеком, показывая их общность, или, можно так сказать, корреляцию. Вот эта идея, которая была заложена в Мелхиседеке и которая во всей полноте была воплощена во Христе. Но автор говорит, ну, пожалуй, нет, давайте тормознемся маленько, потому что, пожалуй, что-то вы как-то еще не способны слушать. Надлежало говорить много. Вот это самое много, видимо, начнется в седьмой главе. То есть не то, чтобы автор вообще лишает их возможности услышать эту истину, но он несколько прерывается. Вот как раз-таки конец пятой главы и шестая глава. Он прерывается для того, чтобы немножечко их взбодрить, этих слушателей, немножечко их предупредить. Вот. И дальше он будет продолжать в седьмой главе и далее он будет об этом самом много-много говорить. Что значит неспособность слушать? Нам, например, там. То есть когда читали лекцию какую-нибудь или в школе какие-нибудь там объяснения объясняли. Вот. То есть проблема в том, что человек не способен слушать, слышать, это не проблема с ушами, но это проблема с сердцем. То есть не способны они были слушать не потому, что они были глухие, к тому же я так понимаю, что до них дошел текст, а не записанная проповедь на диктофон или еще какой-нибудь там агрегат. Вот. Они... до них дошло писание, послание, но они были не способны воспринять вот эту вот истину. Вот. То, о чем говорит сейчас... то, о чем говорил и прервался говорить автор послания к евреям. Вот. Почему они сделались неспособны слушать? Как он это понял? Ну, я так понимаю, что раз они... ну, короче говоря, у них были какие-то духовные проблемы. И эти духовные проблемы были связаны с тем, что они вообще, в принципе, колебались в вере. Вот. Если здесь... вот ранее, когда мы проходили, если вообще звучит идея о том, чтобы они приняли Христа, уразумели Христа, то есть, 3 глава, 1 стих. Написано, разумейте, посланник и первосвященник исповедания нашим. То есть, если им, в принципе, нужно было представлять Христа, если они колебались еще в этом вопросе. Вот. И не просто у них, как у детей, были сомнения, да, не знаю, может быть так, может это... То есть, как говорят комментаторы, как здесь вот написано, так же написано, что вы сделались неспособны слушать. То есть, получается, что когда-то они были способны слушать, когда-то их сердца были открыты к духовной истине, но с течением времени они сделались неспособны слушать. Не то, чтобы они всегда были такие, ну, как бы не выросли еще, что с них взять. Но они... ну, это было их сознательное решение закрыть свое сердце и пустить в свое сердце сомнения. Закрыть сердце от истины и пустить в свое сердце сомнения. Именно поэтому автору нужно было представлять Христа. Это же вообще самая основа основ. Вот. Иисус Христос, Его дело, которое Он совершил для нас, ради нас, дело, которое Он совершил на земле, Его вот этот подвиг духовный, подвиг послушания, подвиг Его жертва, это же вообще основа основ, как без этого. Но мы видим, что они сделались неспособны даже это воспринять. И автор в третьей главе начал представлять им Христа, потом стал углубляться все глубже, глубже, глубже в какие-то серьезные вопросы. И потом, как бы спохватываясь, говорит, ой, стоп, 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 нет, пожалуй, давайте небольшое лирическое отступление сделаем. И немножечко, чтобы у вас мозги на место встали духовные, потому что вы пока еще не способны слушать. Судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьей, для вас нужно молоко и не твердая пища. Судя по времени, надлежало быть учителями. Ну, по времени, когда они находились во Христе. То есть, судя по тому времени, сколько они были верующими, вот так вот, если по-простому сказать. Вот, и очень, конечно, обидно и досадно видеть, когда люди, например, находятся во Христе годами и продолжают сомневаться, продолжают вести странный образ жизни, продолжают задавать странные вопросы, которые, ну, нормально для младенцев, которые год-два во Христе, и то вопрос. Ну, и, конечно же, совершенно недопустимо для человека, который, там, пять, десять лет, пятнадцать лет в Господе, и он выражает сомнения в Боге, спрашивает какие-то элементарные вещи. Ну, не то, чтобы доктринальные. То есть, доктрины иногда кажутся сложными, ну, и, в принципе, как вот понять Бог, что Бог есть Троица, да? Вот, но именно моральные какие-то вещи человек не может различать, что есть добро и что есть зло. Ну, четко, нет вот этой четкой грани, что есть хорошо, что плохо в жизни. Вот, то есть, судя по времени, я говорю про время, то есть, весьма-весьма досадно, когда вот так происходит, вот, что человек не движется к зрелости. Надлежало быть учителями, ну, поймите это правильно, не то, чтобы все слушатели должны были стать учителями, или, например, что Павел, ой, Павел, автор послания писал каким-то, ну, какой-то закрытой группке людей, которых готовили стать учителями, но что-то пошло у них не так. То есть, нет. Судя по времени, им надлежало быть учителями в том смысле, что они должны были обрести способность не только сами учиться, но и учить других. Как писал Павел, помните, писал на издании Тимофею, он говорит, попередай вот это вот учение, послание тем, кто может его и другим передать. То есть, вот, должна быть вот эта вот способность не только научиться, но и научить других. Вот, это одна из, один из признаков зрелости зрелого человека, в том числе и зрелого во Христе, когда человек способен не только сам себя обслужить, но и научить другого. Вот, то есть, вот в каком смысле им надлежало быть учителями. Ну и, собственно, если уж на то пошло, то мы все в какой-то мере являемся учителями и по жизни, и также в церкви во Христе. Притча, помните, такой стих «Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». То есть, там не написано об учителях, или о служителях, или о каких-то вот ответственных людях. То есть, там просто говорится «человек-человек», то есть, два человека совершенно одинаково. Но, тем не менее, написано, что другой человек изощряет взгляд друга своего. И, понятное дело, что, когда мы приходим в собрание, как написано у Павла, у кого есть псалом, у кого-то есть назидание, у кого-то есть слово, вот, все это пусть да будет, извините за тавтологию, все это будет, пусть будет да, к назиданию. Вот, и, то есть, вот таким образом мы друг другу назидаем, или, по крайней мере, должны назидать, учить, потому что, на самом деле, ну, как бы, Бог может через какого-то другого человека подкорректировать видение другого человека, подкорректировать его отношение к какому-то вопросу. Вот, в этом смысле нам нужно быть учителями, нужно стремиться к этому, и нужно понимать, что то, что мы говорим, есть добро. Вот, чтобы мы не выражали сомнений. Ну, я вот вам говорю, ну, я сам не знаю, в принципе, хорошо это или плохо, но я скажу, потому что вот как-то вот свербит у меня. Не могу не сказать. То есть, есть такие люди странные, они почему-то не могут сдержать слово, не могут критически относиться к своему слову и начинают, извините, молотить все то, что им в голову приходит. То есть, что у умного в голове, то у таких людей почему-то на языке. То есть, они считают своим долгом и первейшей обязанностью явить миру свои вот эти вот странные мысли. То есть, без всякой, ну, без всякой критики. То есть, совершенно не останавливаясь, не отдавая себе отчета. Ну, а зачем? То есть, вот я сейчас это скажу. А зачем я это скажу? Чтобы поддержать кого-то, чтобы, ну, как, чтобы назидать веру, порадовать кого-то и так далее, и так далее. Или это просто, как вот в притчах есть такой стих, сейчас по памяти процитирую, там написано, что как стрелы горящие, огненные люди, ну, там, человек как пускает стрелы, так вот человек вот меряет всякую ерунду, а потом говорит, ну, знаешь, я только пошу, я просто пошутил. Вот, а это как стрелы огненные, которые достигают человека. Вот, поэтому, конечно же, вот мы возвращаемся еще вот к этой теме разочек, что нам важно быть учителями, учительными, каждому, это относится ко всем в церкви, то есть, как минимум, критически относиться к тому, что мы говорим, к тому, что исходит из наших уст, вот, и как максимум следить, чтобы, действительно, наши слова были добрыми и назидательными. Вот, чтобы не было у нас, ну, чтобы не было у нас вот таких вот диалогов, что человек начинает говорить, 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 не задумываясь, как это слово может влиять, а потом вдруг оказывается, что он обидел кого-то, что кого-то приткнул, кого-то там, ну, направил в его размышлениях не в ту сторону совершенно, вот, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, часто люди относятся некритически к своим словам, и это, вот, ну, весьма странно, это как раз-таки вот свойственно младенцам, они вот мелят всякую ерунду, иногда послушаешь детей, как они играют друг с другом, хух, вот, во-первых, говорят, ну, прям, не думая, то есть, вот, что видят, так же, как могут одеть, ну, могут своими словами обидеть, да, иногда едешь в автобусе и слышишь, мама, мама, а почему это у тети такой прыщ на носу, на весь автобус, и тетя там стоит, заливается краской, вот, мама шикает на своего ребенка, чик-молчи-круч, чего, нельзя так говорить, ребенок, а почему нельзя так говорить, ну, знаете, вот эти вот диалоги, Или там, мама, мама, почему у дяди ножка кривая? И тоже, ну, вроде да, понятно, ребенок, но неприятно А иногда взрослые так делают И даже не иногда, я вот скажу, что часто мерят что-нибудь, обижая кого-то Ну, ладно, давайте на этом остановимся Получается, мы на 12-м стихе 12а прошли Дальше будем говорить про молоко, про твердую пищу уже, в общем-то, в другой раз Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, двигаться к зрелости И стараться следить за своим языком Стараться обогатить тех, к кому мы обращаемся Обогатить их, а не ранить Научи нас так жить, так поступать И научи нас любить Тебя и послушать Тебя, Господи Благослови наш день, неделю наступившую, во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Аминь